И я вас категорически приветствую. Взаимно. Алексей. Привет. Привет. День народного единства. Поздравляю всех с днем народного единства. Мы едины. Когда мы едины, мы непобедимы. И... Что еще сказать? Я предлагаю единяться на почве блюза. Предлагаю выпить. За это. В прошлый раз мы чуть-чуть не доделали. Ну, да. Как-то мы разогнались в прошлый раз. Очень... Было прекрасно. Было прекрасно. Я неделю слушал. Красота. Я до сих пор не могу в себя прийти. Насколько было... Хорошо. Хорошо. Да. Итак. Чем же мы продолжим? Мы продолжим рассуждением о том, блюз – это поп-музыка или это не поп-музыка? Как ты говоришь? Тут вкрадывается какая-то понятийная неясность. Неясность. Вообще в отношении поп-музыки полная каша в голове. Она же это... Поп – это, значит, популярная. Популярен ли блюз? Да. А у нас как-то привносят в поп-музыку какой-то нездоровый окрас. Популярная. Популярная. Ну, это не мы привносим. Это определенные деятели музыкального... Борются с попсой. Ну, нет. Я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что определенного рода музыканты создали такую штуку, которая называется попса. Удивительная. Совершенно не на что не похожая. Аналогов в мире не имеющая. Всем известны эти имена. Не будем их называть. Но, когда я включаю телевизор и вижу их, это, конечно, Эти прекрасные лица. Эти прекрасные лица, да, вызывают какой-то ужас нечеловеческий в моей тонкой и ранимой душе. Но, к нашему счастью, на музыкальном небосклоне не только они. Есть и другие вещи. Но на музыкальном небосклоне много других светил, которые нам светят, к сожалению, уже с небес. Так вот, одно из этих светил замечательных в продолжении прошлой передачи, в которой мы говорили о Мадди Уотерс и как о олицетворении зверского электрического блюза, есть другая сторона медали. Это человек, которого зовут Биби Кинг, которого любят не меньше, а, может быть, и больше даже в массе своей, нежели Мадди Уотерса. Потому, что он как раз попсовый музыкант абсолютно. Это та самая поп-музыка, которая, собственно говоря, и есть поп-музыка от слова популярная, а не от слова попса. Как в столице нашей Родины Великой процветает махровым цветом вот эта тяжеловесная попса, не побоюсь тавтологии. Так вот, Биби Кинг, который называют отцом блюза, хотя это довольно спорно, конечно, но, тем не менее, к нему приклеился этот лейбл, отец блюза, олицетворение блюза. В какой-то степени, наверное, да. Ты вообще любишь, слушаешь Биби Кинга периодически, нет? А почему? От чего? А как-то не зацепило. Потому, что попса. Нет. Нет вообще. Ну, вот не зацепилось. Ну, вокруг не было никого. Ты из музыкальной тусовки. Вот вокруг тебя люди, которые музыкой живут. Я типичный потребитель. У меня, ты знаешь, как сложилось? Я до 80-го года со страшной силой слушал вообще, до чего мог дотянуться. Потом советская армия. А после армии уже никак. Жизнь настолько тяжелая, что не до музыки было. Не до Биби Кинга. Поэтому там какими-то проблесками что-то проскать. Этим же... Ну, при советской власти-то этим серьезно заниматься надо было. Кого-то знать, дружить, связить, добывать, блин. Да. Это не сейчас. Ткнул две кнопки. А сейчас-то другое прекрасно. Вот с тобой поговорили. Прослушал наименование. Ткнул в Ютубе. Вот тебе вывалилось. Я неделю слушал, не разгибаясь. Отличный. 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 Слушай, у меня знакомство с Биби Кингом как-то странно складывалось. Наверное, как и у большинства моих ровесников. Когда я был молод и любил громкую, интересную, яростную, быструю рок-музыку. Мой старший товарищ Саша Лепницкий в Москве пригласил, когда первый раз пригласил меня в гости. Потом мы много уже у него проводили времени. Я смотрю, у него на полке стоят пластинки Биби Кинга. А он такой... Был большой знаток и любитель рок-музыки, и блюзы, и джаза, и всего. Я смотрю, Биби Кинг. Саша. Давай послушаем. Поставил Биби Кинга. Какой-то пи-пи-пи-пи-пи. Думаю, что-то... А что такое люди в нем находят? И удивительная штука, что любовь к Биби Кингу, она приходит... Пришла ко мне, как и ко многим, опять-таки, повторюсь, ровесникам, моим друзьям, знакомым, меломанам. Приходит с возрастом. Хотя странно, потому что музыка молодежная абсолютно. Изначально она была молодежная. Молодой был этот самый наш Биби Кинг. Блюзбой Кинг. Как его... Почему Биби Кинг? Блюзбой. Потому что... Мальчик был молодой совершенно парень, который оттуда же из глубин Миссисипи приехал, как и Моди Уотерс. Приехал туда же в Мемфис. Собственно говоря. Стал работать на радио. Играть на улице. Играть по клубам. Потом юный паренек, красивый, черный, блестящий в костюме. Играл для молодежи, для своих ровесников. А мы почему-то старики все стали врубаться в Биби Кинг. Только с возрастом. Уже за сорок, когда он... Может, музыка для нас непривычная совсем. Ну, а с другой стороны, другие-то черные артисты блюзовые, они как-то легли сразу на душу, на ухо. В чем же причина тогда? Почему? А вот не могу понять. Может быть, потому что первые записи Биби Кинга, они были с дудками. У нас же мы привыкли, когда много дудок, это уже попса. Я не люблю. Вот у Макаревича были дудки в машине времени. Мне страшно не нравилось. Не люблю. Гитары должны быть. А у Макаревича, по-моему, их заставили что-то такое делать. Духовую секцию вводить. Потому что локальные инструментальные ансамбли в Советском Союзе должны быть с духовой секцией. Строго было. Всегда набирали духовиков. И это как-то придавало солидности, значимости. Мне это сразу напоминает художественный фильм «Асса». Помнишь там этот? Мальчик-бананан стоит на остановке, а мимо милиционера на мотоцикле едет. С коляской проехал, остановился. Слез с мотоцикла. Подошел. Что это у тебя в ухе? Серега. Надо снять. Почему? Не положено. Отлично. Наличие духовой секции являлось штампом Союза композиторов. Годен. Наверное, потому что на гитаре может всякий побринчать во дворе. А духовики это уже музыкальное училище. Это уже с улицы не придет трубач или тромбонист. Ну, опять-таки, их на работу куда-то пристраивать. Ну, их надо... Что-то с ними надо делать, а то... Не все жмуров хавать. Толпы ходят, да. Но, тем не менее, первые пластинки Би-Би Кинга, они действительно все чуть ли не с биг-бендами. Хотя там биг-бендов-то не слишком было у него много, но духовая секция мощнейшая. И как-то так вот получилось, что... Поставили молодому человеку, белому русскому ранние пластинки Би-Би Кинга. Он послушал. Он говорит, какая-то попса. Хотя музыкант умопомрачительный, конечно. Умопомрачительный. И ты вот его мало слушал, не слушал. Вот слушай. Он тебя принес. Давай. По порядку. Пластиночки. Первый альбом этого парня вышел в 1956 году. Но, как у любого блюзмана черного, синглы. Синглы, синглы, синглы выходили. А первая большая пластинка, это 1956 год. Сыниный блюз. И здесь его первая песня, которая уже выходила до этого на сингле. Знаменитейшая песня. У нас не очень знаменитая. Очень рекомендую. Но здесь нет... Почти сопрано. Обложка обманчива. Потому, что не играет он на акустической гитаре. Би-Би Кинг это не акустический музыкант. Абсолютно электрический с самого начала. Почему-то его сфотографировали в таком виде. Может быть... Это такая американская политкорректность. Потому, что вот такой милый парень для семейного прослушивания. Смотришь на эту обложку... Ну, это же специфическая вещь. Это люди, которые заведуют продажами назначают. Побринчит для домохозяйки. Милые... Сфоткайся вот так. Так больше купят. Я помню, в журнале Ровесник с кем-то интервью было какого-то там... Видного музыканта спрашивают. А ты как вообще пластинки покупаешь? Я хожу с бабушкой. И вот, которые обложке ей больше всего не нравятся, те и берут. Безошибочно. Неправильно. Неправильно. Самые мерзкие. Да. Но здесь можно впасть в прелесть. То, что называется. То есть, обмануться. Потому, что обложка совершенно не соответствует тому, что внутри мощнейший электрический блюз. Достаточно жесткий. Достаточно агрессивный. У Би-Би Кинга здесь. И вообще, у него такая... Может быть, это молодость. Я хотел сказать. Такая странная история. Но это от молодости. Потому, что на ранних альбомах Би-Би Кинг играет очень быстро. Очень быстро. Как мы любим все. Стивер и воин. Как мы любим. Быстрые пассажи. Агрессивные. Жесткие. А потом успокоился. И потом стал играть. Гормон перестал борлить. Гормон перестал. Хотя у него... Посмотреть на его лицо. У него, конечно, гормон... Жизнерадостный. У него до последних дней гормон фигачил с дикой силой. Но он всегда говорил, что его не привлекает скоростная техника. А его привлекает, собственно, звук. И, может быть, поэтому его и называют одним из основателей электрического блюза. Потому, что потрясающе работал со звуком. Хотя... Тут первая строка, извини, перевью сразу, что в голосовании 500 записывающих дилеров. Они его назначили, так сказать, королем блюза. Ну, то есть, такое единодушие серьезнейшее. Наверное, люди понимают, что он играет. Наверное, понимают что-то. Наверное, и звук какой-то. И техника. Со своего севера смотрим. Сверху. С высоты земного шара туда заглядываем. Что там происходит. За горизонтом. И, конечно, звук потрясающий. Хотя особых каких-то обработок гитарных я не слышу. Они, безусловно, есть. И достаточно серьезные. Особенно в последних его альбомах. Но все равно это то, что называется клин. Чистый звук. Чистый. Ну, такой подобработанный все равно. Компрессией и прочими всякими штучками. Ну, без этих самых... Без Душилова. Без овердрайвов. Этих всяких разных. Ну, вот. Рекомендую ранние пластинки. 56-й год. Первый. Альбом. 60... Я перескочу через три или четыре альбома. The Blues называется. Из того, что я принес. Вторая пластинка. Хотя она уже, наверное, шестая или седьмая. У него очень много записывалось. И был очень популярен. Потому, что музыка на стыке... Такой попсы откровенной. И чистого блюза. И, что называется, всем сестрам по серьгам. Курение опасно для вашего здоровья. Ты чувствуешь, что он с бычком? Это да. Это мы знаем и любим. Я предлагаю сразу. Курить очень вредно. Имейте в виду. Курить вообще кошмар. Это просто невероятная штука. Такой стиль у него выработался. Я повторюсь. Всем сестрам по серьгам. И человек, который слушает классический блюз. Акустический. Фолк блюз. Электрический блюз. Хотя электрический только-только зарождался еще. На самом деле. 60-й год. Но уже играли вовсю в Чикаго электрический блюз. Но, опять-таки, играли для себя, что называется. В своих клубах. В Южном Чикаго. Мы говорили в прошлый раз. Огромный район. 14 миль или 15, по-моему, длиной Южный Чикаго был. И на массовую аудиторию эта штука не выходила. А Бибикенко вышел. И на белую аудиторию сразу. Потому, что вот это... Вот это пошло. И стали его слушать. И белые, и черные. И все. Он умудрился попасть в большой мейнстрим. Вообще интересно. Как искусство побеждает и объединяет. Это же российская страна. Где негров за людей не считают. А музыку слушать будем. Музыка всех победила. В конце концов. У нас тоже музыка черная победила всех. Потому, что рэп в каждом такси. Я слушаю. На русском языке. Причем. Абсолютно черная музыка. Кому-нибудь скажешь. Там Моргенштерн. Это абсолютно черная музыка. Очень плохо сделанная. Очень неправильно. Отвратительно. У меня сразу... Я как только слышу слово рэп. Про русский рэп. Сразу вспоминаю надпись на стене на улице Ломоносова. Рэп черточка кал. Хотя на самом деле рэп это в честном виде продолжение блюза. И Би Би Кинг столько рэпа записал. Правда не такого, как у нас. Но тем не менее. А Джон Ли Хукер вообще у него половина пластинок. Можно назвать рэпом. Идет этот spoken word, что называется. Под аккомпанемент гитары. Это что? Это не рэп? Самый настоящий. Самый настоящий. Так-так. У Би Би Кинга последние альбомы. Не последние. А последние его концерты. Если смотреть. Из полутора часового выступления. Минут пятьдесят он просто говорит под музыку. Потом иногда играет. Поет. Потом снова говорит. Вот рэпер. Настоящий. Ну. Пластинок, который я больше не люблю. Вот здесь две в одном, что называется. Би Би Кинг Уэйлз. Это тоже шестидесятый год. Как и The Blues. Но здесь уже продюсеры превзошли себя. И набили столько дудок. И блюз Би Би Кинга. Вот если вы начинаете знакомство с музыкой Би Би Кинга. Блестящего блюзмана. Который потрясающе играет блюз. И работает со звуком. Уму помрачительно. Играет точно. Точнейшими фразами. Ни единой ошибки. Ни единой лишней ноты. Ни единой некрасивой фразы. Но если вы начинаете слушать Би Би Кинг Уэйлз. То впечатление сложится неправильное. Потому, что это в чистом виде R&B. То есть, R&B это как бы rich and beauty. Такая музыка для совершенно умалишенных миллионеров. Которые сидят в бассейна. Пьют коктейли. И смотрят на девушек в бикини. Как мы любим в американском кино. Никто их не трахает. Все только смотрят. Как ходят мимо девушки в бикини. Трогать нельзя. Какая-то такая политкорректная оргия американских миллионеров. Сесть с коктейлем. Посмотреть на девушек. Это в кино так? Я подозреваю, что и в жизни тоже. Это у нас все попроще. Мы помним времена, когда официанток вписывали в меню. Тоже из той же оперы. Я эти пластинки слушаю. Покупаю и слушаю. Потому, что даже самая плохая пластинка Би Би Кинга это все равно очень хорошая пластинка Би Би Кинга. Еще хай фиделити, из которого хай фай выросло. Но это все в понимании русского человека простого. Я не говорю про музыкантов, которые выслушивают партии гитарные из вот этого шквала духовой музыки. Выслушивают. Вычленяют гитарные партии Би Би Кинга. И наслаждаются ими. Когда просто человек слушает, на него валится вся вот это... Когда начнет играть-то парень? Ах, он уже играет? Понятно. Это как с Эриком Клэптоном с пластинкой Фила Коллинза Face Value, на которой написано в песне In the air tonight. играет на гитаре Эрик Клэптон. И люди слушают. А где там Клэптон? А, вот этот звук. Такой пэт выплывает. А, вот она гитара. Понятно. Но это надо долго. Неподготовленный человек сразу не просечет, где там играет Эрик Клэптон. Ну, это все, вот это все такая вот эта вступительная часть Би Би Кинга, благодаря которой он завоевал, собственно говоря, мир. Как мне кажется. Может быть, и нет. Может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, что завоевал массовую аудиторию именно этими первыми пластинками. Очень хорошими, но очень такими эстрадными. Чистая эстрада, на самом деле. Но народ полюбил. И один из убойных альбомов Кинга, Life at the Regal, который во всех топах, во всех энциклопедиях, во всех списках, во всех рейтингах, чуть ли не номер один у Кинга. Хотя я-то полный урод, конечно. Я не считаю, что это альбом номер один. У меня другие любимые есть его пластины. Это некий концертный зал, да? Живое выступление. На самом деле здесь он очень много играет на гитаре. Хотя он и раньше много играет. Он везде много играет на гитаре. Но не везде это все прочитывается и входит внутрь. Потому, что давит эта вся история эстрадная. А тут чистый блюз пошел на Life at the Regal. Уже прямо... Любишь гитару. Включай пластинку. И от начала до конца ее... Быстро, драйвово. Круто. Со звуком. С прекрасным. Все хорошо. Но... Блюз из Кинг. Вот этот альбомчик. На мой взгляд, он покруче будет. Блюз из Кинг. Би-би Кинг. Да. Блюз из Кинг. Би-би Кинг. На мой взгляд, он покруче. Он поинтереснее. Тоже живьем. Да. Тоже живьем в Чикаго. Ну, Life at the Regal. Он очень крутой. Очень гитарно насыщенный. Но более попсовый. А этот более жесткий. Более зверский. Ближе уже к своим черным братьям из Чикаго. К Моди Уотерсу. Там... Ко всем остальным. То есть, это для человека, который любит гитарный блюз, конечно, интереснее. Вот, что касается рэпа. Люсиль. Би-би Кинг. 68-й год. Первое полотно около десяти минут идет. На протяжении которого Би-би Кинг играет немножко на гитаре. И десять минут говорит. Рассказывает историю своей гитары Люсиль. Вот вам, пожалуйста, рэп. Хотите слушать рэп? Вперед к Ви-би Кингу к пластинке Люсиль. Десять минут. Рассказ про гитару. Про то, как он ее любит. Какая она замечательная. ЕС-335 Гибсон. У меня дома такая же, кстати, лежит ЕС-335. Ну, не такая же. Она сделана в начале двухтысячных уже. И немножко по-другому. Все-таки заказные гитары Кинга звучат иначе. Потому, что и дерево другое. И датчики другие. Все другое. Все. Когда на заказ делается гитара, она делается так, как нравится автору-исполнителю этой музыки. Который уже понимает. С тем звуком, который он хочет слышать. Потому, что звук идет не только от датчиков. Он идет от всего. И от дерева. И вообще от всего. Любая деталь гитары, она работает. Звуки. Так что мне вообще не нравится эта пластинка Люсиль. На самом деле. Она очень зализанная. Многие ее обожают. Очень запродюсированная. Не в том смысле, что много духовых и всякой прочей хрени. А она прямо такая вылизанная. 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 Что-то жизни вообще я там не слышу. Очень чистенько все. Очень чистенько. Чистенько. Аккуратненько. Видимо, продюсера другой нет. А я не смотрел, кто там продюсер. Не помню. Но так все прямо... Усю-сю. 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 Ну и после этого Усю-сю. Кинг вмочил двумя пластинками. Первая из них completely well. Вторая life and well. Прямо они в паре. Вот такая сладкая парочка. И здесь наконец-то показан весь кайф. Вся мощь и весь смысл той самой духовой секции. Которая на ранних его пластинках служила аккомпанементом. И сглаживала... Видимо, психологически сглаживала жесткость и сексуальность блюза гитарного. Вот здесь весь смысл духовой секции. Которую я на самом деле люблю. Я люблю, когда на трубах много играют. На дудках. На тромбонах. На саксофонах. На трубах. На тубах. На чем угодно. И вот здесь они вмочили по полной. Люди разные. Духовые секции разные. Но... Огромный кайф. Хотя критики не любят эти пластинки почему-то. Не знаю. Я много читал. Про эти два альбома я достаточно много читал. Потому, что они мне очень нравятся просто. И критики пишут. Ну, зачем столько дудок? Как раз. Зачем это все? Зачем ему надо? Такой какой-то хаос. Хотя никакого там хаоса нет. А вот эти духовики дают как раз такую мощь. Такую... Как прямо... Бац! И все. Вот такая музыка. Что значит зачем? Вот такая музыка. Очень мощная. Прямо... Я не назвал бы это рок-музыкой. Но, по ощущениям, это ближе, конечно, к року. Хотя, опять-таки, духовые. Там все якобы красиво. Но достаточно зверски. Очень хорошо. Ну, не миновало нашего героя и Европа, и Англия. И совершенно удивительный альбом. Который даже в каком-то смысле комичный. Расхваленный критиками всеми. Ну, довольно странный. Потому, что вот Биби Кинг. Ринго Старр. Питер Грин. Алексис Корнер. Гарри Райт. Клаус Вурман. Стив Мэриот. Фейсис. В прошлый раз мы говорили. Ну, еще Билл Перкинс. Джим Келтнер. Серьезные люди все. Которые играл... С кем только не играл. Джим Келтнер. Мак Ребеннак. Дэвид Спиноза. Еще человек 15. Посмотри. Они все играют вместе. В студии Эбби Роуд записано. Пластинка Биби Кинг и Лондон. И, казалось бы, это должен быть второй Ледзеппелем. Исходя из состава музыкантов. Должны вмочить так, что небу жарко станет. Такой набор гитаристов. Такой набор барабанщиков. И басистов. И прочее. Но получился на редкость... Очень насыщенный инструментально. Но на редкость аккуратный. Чистый. Опять-таки вылизанный. Запродюсированный блюз. Гитарный. Все в порядке. Все там есть. И Питер Грин играет на гитаре. И Биби Кинг играет на гитаре. Так все чистенько. Такое ощущение, что все вот эти замечательные артисты. Начиная от Ринго Стара и заканчивая Питером Грином. Все очень бздили Биби Кинга. И старались играть максимально правильно. Чтобы не опозориться. Чтобы не дай бог не обосраться. А Биби Кинг тоже, наверное, смотрел на вот этих... Биби Кинг-то Биби Кинг. Но нельзя забывать, что он черный. И то, что он черный, в нем это осталось... Все равно это никуда не выковыришь. Он приехал вокруг одни вот эти суперзвезды. Белые настоящие музыки. И они все... Такое ощущение, что они все друг на друга смотрели. И как бы вот... Хорошо я собрал? Давай. Это как про Роберто Планта. Который в городе Лос-Анджелесе шел по улице. Остановился на перекрестке на светофоре. Ну, на переходе. Там же остановился грузовик. Из грузовика выскочил водитель. Подбежал к нему. С воплями. Ах ты тварь потлатая. И плюнул ему в рожу. Планта в ужасе. Пребезал назад. Я же белый. Я представляю, что они тут с черными творят. Ну, видимо, да. Все с опаской друг на друга смотрят. Да. И вот эта пластинка Биби Кинг и Лондон... Я повторюсь. Она считается шедевр такой. Опять, у кого считается. У критиков. Шедевр. Прорыв. Ля-ля-ля. Ну, блюз это жизнь. Это драйв. Это кайф. А здесь Эбби Роуд. Студия. Все хорошо. Стерильное. Да. И все так просто... А где? А где вот это? Где вот этот? Кайф-то? Где слезы? Где смех? А при этом звуков очень много. Стена звука такая. Все играют. Все вместе. Все круто. Но не цепляет. Не знаю. То, что нравится критикам, на здоровье пусть нравится. Кто-то ориентируется. Кто-то слушает то, что ему нравится. Вот сидит такой Рыбин, да. И Пучков рядом сидит. Имеют право. Два человека. Там звезды космического уровня записали альбом. Что-то не цепляет. Что-то ребята... Неплохой альбом. Неплохой альбом. Неплохой альбом такой. Ничего. Ну, так-то можно и получше, конечно. Не старались. Но Биби Кинг не был бы Биби Кингом, если бы все пластинки играл вот так вот. С мертвичинкой, как Life in London. Замечательная. Вот действительно пластинка, которая, наверное, номер один. Life in Cook Country Jail. Вот это да. Это по-настоящему. Чос по зонам. Да. Он играл то ли 300 концертов, то ли 500 концертов по тюрьмам. Очень много. Вообще он играл... У него гастрольный график, насколько я помню, не меньше 300 концертов в год. Суров. Слушай, это ж какое здоровье, блин. Ну, и деньги... Неплохие. А по тюрьмам у него... За три сотни концертов точно у него перевалило. Любил он это дело, да. Ну, потому что черный. И по черным зонам, с черными братьями. Все-таки единство вот это у него всегда было. Так же, как и у Хендрикса, кстати говоря. Хотя я не помню что-то концертов в тюрьме у Джимми Хендрикса. Но... Были у него... У него и с черными пантерами же были. Там шашни он разводил в свое время. Хотя потом дистанцировался от черных пантер. Уж слишком это было радикально для него. Крепко, да? Вот здесь драйв просто невероятный. Во-первых, Би-Би Кинг, помимо того, что гитарист замечательный певец. С удивительным вокалом человек. Просто с мощнейшим. Артист фантастический. Потому, что он не просто поет. Он рассказывает истории все время. Все время драматургия присутствует. Представление. То, что у них называется шоу. И здесь он заводит черных заключенных так, что тюрьма... Такое ощущение, что тюрьма развалится сейчас. Стены рухнут. И, действительно, он дал полтора часа свободы вот этим людям, которых пригнали. Привели. Привели на концерт. Охранники вокруг с винтовками стоят. И тут полтора часа свободы абсолютной. Это слышно. Как там поют эти слушатели. Как они реагируют. Как они кричат все. И такая взаимная идет заводка у Кинга с аудиторией. Вот это фантастический альбом. И очень классно здесь играет бэнд. Весь бэнд. И сам Биби Кинг играет. Ну, вот распрягается. Чуть... Очевидно, что нет здесь Роял Альберт Холла вокруг. Нет продюсеров. Нет каких-то... Академичности. Да. Академичности. И тут по полной уже все, что умеет. Все, что любит. Все, что может. Прямо выдает. Так что вот эта штука. Life in a Cook Country Jail. 1971 год. Это фантастический альбом. Совершенно советую. Очень хорошая пластинка. LA Midnight. Очень хорошая. В смысле гитарная игра. Это период как раз. Это у нас пошел уже... Пошли махровые семидесятые. На протяжении которых он записал кучу... Кучу пластинок. Которых у меня... Несмотря на всю любовь к Биби Кингу. Я даже их не буду покупать. Потому что там серия пластинок. Штук десять. Наверное. Это вот такой уже чистый R&B. Такая музыка. Музыка для каких-то фильмов про домохозяек. Хотя гитара все. Играет круто. Но играет круто много кто. Мы говорили, что консерватории всего мира каждый год выпускают... Массу виртуозов. Сотни виртуозов просто. Каждый год. И они все ходят вокруг нас. Эти виртуозы. И вот эти пластинки... Они все записаны такими виртуозами. С пустой совершенно музыкой. Абсолютно. Ни о чем. Технично. Технично. Чистенько. Хорошо все. Но как бы... Что одна пластинка, что другая. Что третья. Они такие все какие-то. А вот эта LA Midnight... Она как раз очень кайфовая гитарная. Такая. Выскочила из этого периода. Семидесятых. Вот как пример. Я могу привести King Size. Затесалась у меня тоже эта штука. Это 1977 год. Тоже музыка. Музыка очень... Она и блюзовая. Политкорректненькая. Она и эстрадненькая. Политкорректненькая. Она такая для... Я не знаю. Как пена в ванной. Такая. Наберешь ее. Она нужна с одной стороны. Она комфортная. И хорошо в этой пене. Но потом пробочку открываешь. Пену спускаешь туда. В канализацию. И забываешь навсегда. Смешно. King Size. Ну, это, естественно, обыграна. Фамилия, так сказать. Ну, да. И обложка, соответственно, тоже такая. По-большому. Веселая такая. Как в советских магазинах, если помнишь, продавались в игрушечном отделе кукла-негр. Называлась такая. 50 копеек. Кукла-негр. Кукла-негр, пожалуйста. Неполиткорректно, да, я говорю? У меня у сестры был негретенок такой. Любимая игрушка у нее была. На ценнике написано кукла-негр. Что написано пером, не вырубишь топором. Это история нашей страны. Вот такая вот кукла на облоске нарисована. Покупайте и развлекайтесь. Мойтесь в душе. Но, опять-таки, это все хорошо. Конечно, куклы-негр. И музыка для никого. Но, тем не менее, убойный альбом. У него, как-то у Кинга, то вот такая музычка никакая. А то потом вдруг как шарахнет. «No appearing», вот эта пластинка, это как будто это другой человек вообще играет. Как будто другой человек, как будто из другого времени, из другой страны, из другой планеты. Тут просто человек, который может все. И джаз, и рок, и блюз. И от начала до конца двойной альбом. Невероятный совершенно. Просто невероятный. «The Trill is Gun», знаменитая песня. Ну, тут вообще одна песня другой стоит. Прекрасный дуэт с фортепьяно. Здесь сыгран на второй стороне. На второй пластинке. Вторая пластинка начинается с дуэли. Такой гитарно-клавишной. Которую можно слушать бесконечно просто. Просто бесконечно. Вообще, если говорить о лучших альбомах Биби Кинга. То, наверное, «Life in the Cook», «Country Jail». И вот этот альбом. Это тоже концертный. «University of Mississippi». Да. Это тоже концертный альбом. Но, во-первых, он превосходно записан. Как студийный. Примерно. И сыгран... Это вот то, благодаря чему Биби Кинга можно назвать лучшим блюзманом в истории. Изучим. Изучим. Вот это. Изучай новопилинг. Это фантастический. Это 70... А, 80-й год. Я записал. Конец 70-х. Да. Я помню. Но... Вот еще один концерт в тюрьме. «Life in San Quentin». Это уже под Лос-Анджелесом. Да. Который радикально отличается от концертов «Cook Country Jail». Тоже концерт в тюрьме. Тоже с любовью к своим черным братьям. Он... Но такой зализанный. Такой прилизанный. Такой... Какой-то вымученный. Не знаю. Хотя, опять-таки, многим, наверное, нравится это все. Ну... Я был удивлен. Я думал, что вот «Life in San Quentin». Тоже тюремная аудитория черная. Пришел к своим. Пришел им помочь. Пришел их раскрыть. При этом он просит аудиторию поаплодировать охране. Которая стоит. С винтовками их охранять. Зачем-то. Непонятно зачем. Поаплодировать. Может быть, у него что-то там случилось с охраной. Какой-то конфликт. Я не знаю. Что-то было. Но, тем не менее, два концерта записанных в тюрьмах. Которые отличаются друг от друга так, что... Только руками развести почему-то. Не знаю, почему так будет. Ну, опять-таки, концерты бывают удачные. Бывают и неудачные. Бывают. Хотя нельзя сказать, что это неудачный концерт. Да, он сыграно. Все. И с драйвом. И со всеми делами. Но... Как-то так... Раз. Такой раз. И никак. И никак, да. Идивительно. Да. И никак. Ну, это, видимо, тоже продюсерское. Кто-то же это определяет. То есть, мы хотим выпустить именно вот это. Наверное, да. Я думаю, что звукозаписывающая компания решила выпустить еще один концертный альбом. А тут как раз в графике. Вот это все. Ага. Концерт. Такой. Давайте мы его запишем. У Биби Кинга хорошо получается в тюрьме. Давайте мы... Гоните зэков. Сейчас будет супер. 300 выступлений в год. Это ж вообще... Какое здоровье у человека. Явно не бухает. И ничего не употребляет. Да. Он... Похоже, что не употреблял. Что-то я не слышал. Чтобы он как-то подвисал. Ну, и... Мы ехали, ехали, ехали. И приехали в 2000-ый год. Вот к этой пластинке. Хайдинга Де Кинг. Которая не входит в дискографию Биби Кинга. А входит в дискографию Эрика Клэптона. Так. Хотя здесь... Примерно поровну Биби Кинга и Клэптона. Катаясь с королем. Да. Кто из них король, тут большой вопрос. Это они по молодости еще отжигали? Да. Они отжигали. Биби Кинг считал Клэптона лучшим гитаристом мира. На самом деле. Не без оснований. Не без оснований. Да. Мы к этому придем. И они очень похожи на самом деле. Клэптон и Биби Кинг. Несмотря на то, что играют совершенно по-разному. На гитарах. Совершенно разную музыку. Хотя играют... Оба играют... Но будем говорить... Блюз. Хотя... Много всего еще кроме блюза. Но они похожи тем, что... Из блюза они вышли в такую большую поп-музыку оба. И Биби Кинг, собственно говоря, с чего мы начали-то. Что он пошел в мейнстрим, в большую поп-музыку. И Клэптон сделал то же самое. Из лондонского блюзмана. Такого абсолютно упоротого. Со всеми прилагающимися. Он пришел к большой, в хорошем смысле, попсе. И вот эта штука их объединяет. Два гитариста-виртуоза. Два музыканта-виртуоза. Два блестящих автора песен. Два композитора. Биби Кинг же очень много. В отличие от Элеса Пресли. Он очень много писал музыки Биби Кинг. У него масса. Основное количество записанной музыки... Это его авторское творчество. Так же, как и Клэптон. И они как-то расширили грань рока, блюза. И слили его с поп-музыкой. Что говорит о том, что музыка едина. Ну, тут дедушка уже седой. 2000-й год. Наверное, никто и не ожидал, что доживут до такого. А вот ведь дожили. Круто. Ну, я думаю, что ожидал. Потому, что я думаю, что любой человек не ожидает, когда конец придет. Живу и живу. Играю и играю. Две гитарки. В общем, все как надо. Красивый автомобиль. Куда там мчаться? Riding with the King. Ну, это катаясь с королем. Красота. В общем, друг друга любят и уважают. Что выливается, естественно, в совместное творчество. Да. Говорят, и для денег очень выгодно. Что две аудитории избегаются сразу. Резко повышает продажи и вообще. Коллаборация. Вот. В общем, этот альбом... Действительно, как мы сейчас за кадром проговорили. И с коммерческой точки зрения он очень хорош. И по наполнению замечательно. Ну, а когда две звезды в одном альбоме, да, это, конечно, аудитория сразу в два раза больше. Ну, или там в полтора. Как повезет. Ну, в любом случае, пластинка замечательная. Она более роковая, чем все, что записал BB King до того. Потому, что Клэптон все-таки он рок-музыкант. Он как бы там ни было, что бы он не играл, все равно в нем роковый белый душок. Этот он всегда чувствуется. Ну, а Кинг Клэптона очень любил. Считал его, как я уже сказал, замечательным гитаристом. Едва ли не лучшим в мире. И не он один, а многие так считают. Хотя Клэптон не является, как мы все знаем, скоростным таким виртуозом. Слоу-хэнд. Слоу-хэнд, да. Но слоу-хэнд не... Слоу-хэнд кличка пришла не от того, что он медленно играет. А ты знаешь, от чего. Нет. Торопиться не надо. Он на концертах иногда... В молодости, когда он играл в Лондоне в клубах... С Джоном Майлом, в частности, и без Джона Майла. Его там ранняя группа Рустерс была. Он иногда рвал струны. Струну, скажем, да. И на концерте ее менял. Прямо не уходя со сцены. А зрители, чтобы им было не скучно, в это время медленно хлопали. Отдавая дань музыканту, виртуозу. И показывая то, что они ждут. Не торопись, мы ждем. И они медленно вот так вот хлопали. И вот это вот слоу-хэнд. И пошла кличка к нему. Слоу-хэнд. Медленные руки. То есть, это не от того, что он медленно играет. Но, коль скоро уж пришли мы к этим самым Райдинг with the King. К дуэту Кинга и Клэптона. Логично было бы перейти к... Потрогать Клэптона. Объединяет Клэптона и Кинга еще и то, что оба парни это деревенские. Что Биби Кинг из деревни в Миссисипи со своим трактором на хлопковых полях. Что Клэптон, правда, на тракторе не ездил. Но в деревне Рипли, насколько я помню, родился. Когда он родился, маме его было 16 лет. Из ранних. Из ранних, да. Из ранних паренек. Учился в художественном училище, откуда был изгнан. Так же, как и Цой, кстати говоря. Ну, Цой из художественной школы. Хотя одна малина. За что? За негодяйство? Ну, за прогулы, за тунеядство. Потому, что так же, как и Цой, он предпочитал играть на гитаре, нежели ходить на занятия. Ну, изгнали его, и слава богу. Потому, что стал бы Клэптон художником, оформителем каким-нибудь. Рисовал бы афиши рекламные. Как говорится. И чего? Про аспекты. И чего, да. А так он поехал в Лондон. Стал играть блюзы на гитаре, которую безумно любил. И примкнул к группе Ярбертс, про которую мы говорили пару месяцев назад. Ну, группа Ярбертс стала играть поп-музыку, как мы уже упоминали. Помимо того, что яростные блюзовые роковые концерты, на записи продюсер давил. И эстрадная английская музыка такая была. Клэптон оттуда ушел. И пришел вот сюда. Вот зря так положил пластиночку. Встретился с Джоном Мэйлом, которого знал уже и так до того. Поскольку играл на разных блюзовых мероприятиях по клубам. И в результате появилась вот эта пластинка. Джон Мэйл Блюзбрекерс. «With Эрик Клэптон». Одна из лучших, наверное, записей британского блюза 60-х, 70-х, 80-х, 90-х. Каких угодно годов. Потому, что это действительно ломовой совершенно альбом. Вот этот. Хотя это времена древние. 66-й год. Но, тем не менее, она сейчас звучит потрясающе. Потому, что Клэптон здесь играет... Уже в те годы играет настолько качественно, что любые его поздние записи могут стать рядом с этим. Ощущение такое у меня вообще складывается уже давно. Что человек... Если он научился играть на гитаре к 20-ти годам... Вот он так и будет играть до конца. Вспомни всех гитаристов любимых своих. Начиная от Блэкмара. Это опасно изменять, так сказать, то, что у тебя. Знаешь, это как вот сайт. Вот он вот так оформлен. Если ты его оформишь по-другому, оформишь. Без изменения содержания. Ну, половина убежит. Что это такое? Ну, да. Люди, они же специфические. Вот это... Не сломалось, не чини. Совершенно удивительный альбом. Вот этот 66-го года. Джона Майлова и Терри Клэптон. Ну, я и Джона Майла люблю. И Клэптона люблю. Майла собираю. У меня там масса бастина. Как-нибудь принесу про Джона Майла. Поговорим отдельно. Величайший, конечно, блюзовый музыкант. Если говорить о белых блюзовых. Не о черных. Хотя черный мне, конечно, ближе почему-то по непонятным причинам. Что-то во мне такое. Иногда как-то что-то просыпается такое непонятное. Так. И куда ж он двинул оттуда? Оттуда он двинул никуда. Собственно говоря. Он играл с Майлом. Играл, играл, играл. От Майла ушел. В какой-то момент времени стал заниматься с другими проектами. И потом к Майлу вернулся. Опять-таки поиграл, поиграл, поиграл. А потом Джинджер Бейкер. Джинджер Бейкер его пригласил к себе на разговор. Бейкер вообще суровый. Человек достаточно такой резкий. И сказал, что Эрик, я хочу сделать крутую группу. Давай играть вместе. Ну, Эрик уже знал Джинджера Бейкера как великолепного совершенно музыканта. Барабанщика и композитора даже. Аранжировщика. Такой серьезный был мужчина. Говорит, давай, а кто будет на бас-гитаре играть у нас? Кто будет третьим? Бейкер говорит, я не знаю. Давай подумаем. И Клэптон сказал, давай позовем Джека Брюса. С которым он раньше играл уже. Был знаком. И Бейкер тогда достаточно негативно отнесся к кандидатуре Брюса. Что потом вылилось в тяжелые достаточно отношения внутри коллектива, доходящие до драк. Ну, раз никого другого нет, пусть будет Брюс. И в результате образовалось трио под названием Крим, которое положило начало тяжелому року британскому всему. Как таковому. Как таковому. Начиная от Led Zeppelin и заканчивая там power metal и чем угодно. Крим – это сливки. На всякий случай. Это сливки. Но они так не скромничали. Они знали, что они лучшие из всех. Хотя это спорно. Но, тем не менее, вот мы лучшие. А как корабль назовешь, так он и поплывет. Раз лучшие, значит, а аудитория тоже... Лучшие и лучшие, да. И, конечно, лидер... Вроде это была группа Джинджера Бейкера. Вроде он был главный. Он всех собрал, он все организовал, он все сделал. И, собственно говоря, и считал себя главным. И играл на бараванах громче всех, с двумя бочками. Много, длинно, соло, с барабанными упорочительными. Которые потом Джон Боном перехватил. Внезапно выпавший из цепких лап знамя. Да. Но тут было очень спорно. Потому, что писал-то все в основном Джек Брюс. И пел Джек Брюс. Вот ведь. Да. И главным, собственно говоря, музыкантом был Джек Брюс. Потому, что у него было музыкальное образование. Он владел всеми инструментами. Абсолютно знал гармонию. Знал теорию музыки. Знал вообще все. И вот эти вот лондонские блюзмены из клубов. Они, конечно, крутые. Ну, давайте я вам объясню, как надо песни сочинять. Вообще. Как их исполнять. Джазовая школа у него была очень хорошая. И он играл на бас-гитаре так, как не играл никто. Вообще. Бас-гитара превращалась у него в солирующий инструмент. Он заполнял своей игрой вообще все пространство. И, конечно, Бейкеру с Брюсом было тяжело ужиться вдвоем. Но уживались какое-то время. А тут еще и Клэптон. Которого называли богом гитары. И писали на стенках Клэптон бог. Как мог Бейкер с этим вообще сосуществовать? Да. Кто здесь бог у нас? Кто тут бог? Творческая ревность. Ты бог? Или я бог? Я тут все вообще сделал. Я золотишко собрал. Приготовил. А ты все себе закапал. Вот. Но, тем не менее, дело пошло. Это тоже 1966 год. Первая пластинка. Крим. И она такая... Фрэш Крим. Она такая... То ли блюз, то ли не блюз. То ли блюз, то ли джаз, то ли психоделия. Все вместе. Один хотел играть блюз, как Эрик Клэптон. Джек Брюс хотел играть музыку. Просто музыку. Скажем так. Музыку вообще как таковую. Что он и сделал потом после распада Крим. У него прекрасные сольные альбомы у Джека Брюса. Фантастические совершенно. Которые можно назвать и прогрессив-роком, и джаз-роком, и блюз-роком. И чем угодно. Вообще. Очень сложная музыка. В которую он выкладывал все свои знания. Весь свой багаж. Все свои умения. Сольные альбомы Брюса. Шестиструнная бас-гитара. Ну, там да. То есть, это парень непростой. Парень непростой. Потрясающие концерты у группы Крим были. Такие, которых не играл никто. То есть... Немедленно вспоминается книжка. Не то какой-то тигр в гитаре. Не то какая-то музыка протеста. Я уж не помню. Советские книжки были. Группа Крим. Я помню название. Жуткий шум издавало. И поскольку они были в леопардовых штанах. Что сейчас особенно смешно. Скакали по сцене так, что казалось, что народу втрое больше. Блин. Так хорошо играли. И так выступали. Да. Они играли... Ну, стоит послушать их концертные альбомы. Это он, да? Это не он. Нет. Это вторая пластинка, которую они записали в Нью-Йорке. Дизраиля Гирс. Абсолютно не блюзовая. Вообще психоделическое. Странное. При этом это не шум какой-то там психоделический. Это конкретные песни внятные. Которые потом пошли в народ. И масса каверов на них. И на концертах они играли эти песни. Но она неожиданная совершенно. Потому, что все ждали блюз-рока такого от Крим. А они выдали вот этот психоделический альбом. Sunshine of your love. Тоже, да. Тоже она сюда вошла. Это самая известная, на мой взгляд. Вообще. И, опять-таки, критики разнесли в пух и прах пластинку. Потому, что... Ну, где? А где вот это вот... Где? А там такие пространные полотна. Но, тем не менее, альбом классический. Сейчас он считается, наверное, одним из краеугольных камней британской музыки 60-х годов. Отлично. Это у меня было, да. Было, да? Дизраиль и Герц. Да, да. Я название только не знал. Написано Крим. И все. Тогда же пластинок никто не видел. Самый бренд, конечно, это вот этот двойной альбом. Наполовину концертный, наполовину студийный. Wheels of Fire. Вот здесь есть все. Здесь концертная пластинка Life at the Filmer, где Crossroads исполняется. Spoonful у Вилли Диксона. Train Time и Toad. Четыре песни всего на альбоме. На пластинке. То есть, по резине Toad... Джинджера Бейкера длится 16 минут. Есть где развернуться. С барабанным соло. С хорошим. Train Time. Блюз. Семь минут. Каждый смог себя показать. Spoonful 17 минут. Песня Вилли Диксона. И Crossroads классическая. Четыре минуты. Песня Роберта Джонсона. На студийном альбоме... Позвольте вцепиться. Одна из важнейших песен тяжелого рока. Хотя... На то время, поскольку не было таких обработок. Такого гитарного звука. Она звучит не очень тяжело. Тем не менее, по структуре. По всему. По мелодике. Одна из важнейших песен тяжелого рока. White Room. Альбом. Известнейшее. Ну, и все остальное тоже. То есть... Пластинка просто... Ну, это как первый Led Zeppelin, наверное, по значимости. Это просто альбом, который убирал всех вообще. Все были в восторге. Все ее раскупали. Критики называли ее ужасно металлической мерзостью. Потому, что... Ну, эти как всегда. Да. Потому, что никто такую музыку не играл. Led Zeppelin еще не было. А вот ведь вставило людей. Led Zeppelin еще не было. Led Zeppelin еще нет. А эти уже сыграли... Такой просто... Выноси... Заложили фундамент. Тушите свет. Это потрясающе тяжелый альбом. И... Слушай. Вот мне все время как-то даже непонятно было. Как так? Вот что там? Британия. Мрачная страна. В общем-то. Закомплексованные люди кругом. И вдруг такое. Как у них так получалось? Да. Мрачная. Мрачная. Сумрачная страна. И музыка очень тяжелая. Очень громкая. Но при этом она такая... Чем хорош рок? Что он все-таки оптимистичен. Чтобы... Какую бы мрачную мерзость не играли люди. Все равно кайф. Все равно тащит вперед. Все равно хочется что-то делать. Такое. Вот. Но... Противоречия нарастали. И наросли настолько, что пришлось все-таки расстаться. Все равно дружить не могли. Дружить не могли. Дружить было невозможно. Особенно с характером Джинджера Бейкера. Который все время тянул одеяло на себя. А тянуть его на себя было невозможно. Потому, что все писал Брюс в основном. Кое-что писал Клептон. Но в основном конечно Брюс. Это ж кладбище. Ну и Клептон играл так, что... Главный по музыке Брюс. Что стоит в углу с бас-гитарой. И поет. При этом в основном. Основной вокал все-таки был Брюса. Главный Джинджер Бейкер. Который считает себя не без оснований главным в этой группе. Сидит за своей огромной ударной установкой. С двумя бочками. Его там не видно, только слышно. И Клептон, который поет значительно меньше. Сочиняет значительно меньше. Но играет на гитаре. Все внимание на него почему-то. И все были недовольны в результате. Всем все не нравилось. Кто здесь фронтмен? В банк хожу я. Деньги пополам. Кто здесь фронтмен? Непонятно. И ладно, мы с этим смириться еще и существовать. Но кто группу развалил, непонятно. У меня есть подозрение, что Бейкер все устраивал. Дерясь периодически с Джеком Брюсом. Ну, это же как тигры. Каждый крупный зверь. Все ходят. Границы участков. Ты перешел сюда. Ты перешел туда. Подсапались. Ну, и потом опять же выпивали. Опять же... Баб не делили? С бабами не знаю. Но препараты различные в ход пошли. В общем, пришлось расстаться. Хотя... Последняя пластинка замечательная. Гудбай Крим. Одинарная. Но тоже она наполовину концертная. Наполовину студийная. И она как продолжение Wills of Fire. Конечно, выглядит. Очень хорошая. Очень жалко эту группу. Мало записали. Но такое ощущение, что больше и не могли. Потому, что когда слушаешь эти пластинки, кажется... Вот так вот кажется, что все. Куда уже дальше? Дальше уже какой-то тупик. Уже развития нет. Собственно говоря, Брюс и говорил потом, что... Я понял, что мы не развиваемся. Что стоим на месте. Все одно и то же. Даже песни новые появляются. Они все равно такие же, как старые. Ничего не происходит. Они были молодые. Они были энтузиасты. Хотелось чего-то движения, чего-то нового. А ничего не происходило. Кто там у нас сказал, что новые песни нужны только тем, у кого старые и плохие? Ну, это если чесом заниматься, то да. Можно с одной песней ездить. В общем, всю жизнь. А так ведь по жизни и получается, что у каждой группы есть одна какая-то песня. Редкие группы, у которых их несколько. А так люди всю жизнь с этого живут. Я помню, когда-то мне первый раз в руки попала книга рекордов Гиннеса. Я сразу в музыку полез. Ну, вражеская. На английском языке еще тогда только были. И тут же наткнулся на... Я не помню фамилию. Гражданина из группы Мамас энд Папас. Который сочинил California Dreaming. И поднял с нее 4,6 миллиона долларов. Я только пот утерли. Ни хрена себе. Вот это да. Ну, она до сих пор в кино звучит. В современном. Когда-нибудь выходит американская картина. Там 2015 года. Там раз. А там California Dreaming. Сразу там. Автор. Неплохо. Неплохо. Что там у нас сегодня? Нормально. Хорошо. Так. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Движемся. Точнее. Группа распалась. Да. Группа распалась. Но люди-то ее любили. Поэтому в 70-м и в 74-м году вышло еще два концертных альбома. Записи тех времен, конечно, еще конца 60-х. Можно их расценивать тоже как продолжение пластинки The Beatles of Fire концертные варианты. Лифт Крим. Все очень хорошие. Все вот... Конечно, полное... Полнейшее впечатление от концертной игры этой группы. И Клэптон уже нашел здесь свой звук. Неповторимый, совершенно удивительный. Что его объединяет, кстати, с Биби Кингом. Потому что... Хотя он здесь тоже очень много играет. Очень быстро. Очень много всего. Но все внимание на звук. На гитарные. Со звуком у него проколов не было никогда вообще никаких. То есть, у него как выстроен звук, так он с ним и работает. По-всякому. Все в пальцах. Все в пальцах. Все в звуке. Сложные использовал в цепочке обработок. Достаточно. Но тоже не зверские. У него такого зверства в звуке никогда не было. У него очень чистый, очень хороший. Такой плотный звук. С бустерами, с компрессорами. Там с такими... С умной обработкой, я бы сказал. Очень сточной. Ну, по тем временам это было непросто. То есть, это сейчас там в компьютере крути налево-направо. Неведомо что получится. Да. А тогда с железом сильно непросто было. Да. Вот группа ушла в небытие. Осталась только в коллекциях наших и ваших меломанских. Но надо было что-то играть. Хотелось же дальше двигаться. И образовалась супергруппа Blind Fate. Которую я безумно люблю. У них всего одна пластинка. Ты слышал, наверное. Слепая вера. Всего одна пластинка. Обложка ее запрещена была. В силу того, что несовершеннолетняя голая... Сейчас и нам ролик забанят. Сиськи прикройте. А то ютуб озвереет. Эрик Клэптон, Стиви Винвуд, Джинджер Бейкер и Рик Грек. Кто такой Рик Грек? Я такого не знаю. Ну, Рик Греч – это замечательный бас-гитарист, скрипач, певец, композитор. Рик Грек играл в группе Family. Которую мы обязательно озвучим здесь и покажем. Играл он в группе Traffic потом со Стиви Винвудом. А Стиви Винвуд чем известен? Стиви Винвуд, как его характеризовали в Англии, это Билл и Рэй Чарльз. Это умопомрачительный певец. Совершенно композитор, исполнитель, певец, клавишник. Который играл и пел сначала в группе Spencer Davis Band. Потом у него был Blind Fate. А потом была гениальнейшая... Даже не потом, а параллельно. И параллельно, и потом была потрясающая группа по названию Traffic. Английская. Которую тоже мы обязательно покажем, разберем. Одна из самых интересных английских групп того времени. Конец 60-х, начало 70-х групп. Traffic. Шесть или семь альбомов у них. Которые я все принесу. Они у меня все есть. Стиви Винвуд это фигура не менее значимая, чем Клэптон. Для Англии, для мировой рок-музыки. У него много сольных альбомов. Потом у него были камбэки с Клэптоном. Совместные концерты уже в 2000-х годах. Винвуд это да. Он здесь поет в основном. Хотя Клэптон здесь исполняет «Presence of the world» знаменитую песню. А Винвуд его исполнение песни «Save of Joy» здесь просто выносит мозг. Просто выносит мозг. Очень хорошая группа. Очень хорошая пластинка. Но четыре таких звезды. Опять не ужились. Я думаю, что им еще сложнее было ужиться, чем внутри Крима. Даже Бейкеру с Брюсом. Потому, что все эти четверо музыкантов были мега-звезды. Просто для того времени. Ну, никак. Ну, как? Ну, я так подозреваю, что это даже не столько от характера, сколько каждый самостоятельный и самодостаточный творец. И ему надо тех, кто бы его поддерживал, а не вступал в борьбу с твоим личным творчеством. Вот нет. Ну, да. Попробовать можно, но дальше не сложится. Попробовали. Получилось блестяще, на самом деле. Есть достаточно много примеров, когда собираются мега-звезды, записывают совместные альбомы. И получается все неинтересно и скучно. Там и Стив Хау из ЕС. У него была масса коллабораций разных. Ну, как-то так. Ну, никак. А здесь как? Может быть, и хорошо, что одна пластинка. Потому, что вторая уже была расстройство сплошное. А Клэптон, как и все прочие музыканты, продолжал дальше работать. Подружился с супружеской парой Делани и Бонни. И отправился с ними в тур. Такая музыка... Как сказать? Вроде рок. А вроде попс. Многим, я думаю, понравится. Многим и нравилось. Потому, что тур был очень успешен. Пластинка вот эта вот Делани и Бонни с Эриком Клэптоном хорошо продавалась. Звучит до сих пор хорошо. Но это такой... Даже не слышал. Такой как-то... Такой рок, к которому Клэптон пришел уже в 80-е годы с другим звуком. Когда много инструментов. Все звучит. Какие-то такие достаточно простые песни. Все громко, весело. Ну, и как-то так. Как-то так. И вместе, собственно говоря, с музыкантами из этого коллектива Делани и Бонни в 70-м году он записал свой первый сольный альбом. Который мне чрезвычайно нравится. Очень хорошая пластинка. Блюз Пауэр. Здесь произведение Battle of the Red Wine. Let it rain, которое написала Бонни из дуэта. Делани и Бонни. Куча музыкантов тоже. И такой плотняк-плотняк по звуку просто. Плотняк-плотняк. Очень солнечный плотняк. При этом очень такой радостный. Очень свежий. И с большим количеством гитары. Хотя нет таких развернутых соло. Которые он практиковал в Крим. Особенно вот этот. Прекрасный. Но очень все музыкально. Под номером девять. Эдди. Френд. Не играет. Просто друг Ганнер. Хорошее настроение создавал. Здесь все пошло работать. Не на демонстрацию своих возможностей гитарных. А на музыку. Собственно говоря. На песни. Очень хорошая. Одна из, наверное, лучших его пластинок. На мой взгляд. Сольных. Если говорить о соленом творчестве. В том же самом 70-м году... Как это говорят враги. Между ними возникла химия. Химия. Все друг друга уважают. Любят. И получается хорошо. Да. В том же самом 70-м году в промежутках между гастролями Делани и Бонни образовалась группа под названием Derrick and the Dominos с участием Дуэйна Олмана из группы . Они дружили с Клэптоном. Два гитариста слились в экстазе. И записали потрясающий альбом. Который не очень хорошо записан по звуку. Как мне кажется. Что значит не очень хорошо. Он нормально играет. Все слышно. Все хорошо. Но не очень. Но при этом прекрасная музыка. Блюз-рок. С уклоном в американский блюз. Благодаря Олману. Лейла. Лейла. Да. Посвящение Петти Бойт жене Джорджа Харрисона. В которую Клэптон был безнадежно совершенно влюблен. А потом оказалось, что надежно. И свел со двора жену. Потом он свел Петти Бойт у Харрисона. Женился на ней. Пожили они достаточно долго. И в 80-е, по-моему, они развелись. Его позвали в белом альбоме сыграть эту... Клэптона звали бесконечно. Всюду. У него записей на стороне невероятное количество. Что за гитара, кстати? Это что? Это фендер. 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 Стратокайстер. Да. Очень хорошая пластинка. Двойник, кстати говоря. У нас. Derrick and the Dominus. У них есть еще концертный альбом. Двойной. Который тоже не очень хорошо записан почему-то. Фирменная марка. Derrick and the Dominus. Не очень хорошее качество записи. Ну, то есть, опять-таки, как не очень хорошее. Оно хорошее, но... Но не очень. По частотам что-то где-то не так. Что-то там... Где-то там каша такая возникает. Но это уже нюансы. Такие мелкие. Они не играют роли для покупателя. Это музыкантские такие штуки. Они не важны. Несчастная любовь, которая потом вернулась счастливой у Клэптона, она увела нашего замечательного гитариста в тяжелую депрессию, которую он скрашивал различными препаратами в виде героина, алкоголя и других разных штучек. И он почти на три года исчез с горизонта. Сидел у себя... Уныло торчал. Сидел у себя в особняке и уныло торчал. В своем этом... В Рипли. Не знаю, где у него там был домик. И стали люди волноваться. Что с парнем происходит? Хороший парень такой был. Богом называли... Где наш гений. Петти Бойт с Харрисоном. Он все по ней страдает. И Питер Тауншинт из группы The Who. Замечательный гитарист. Замечательный музыкант. Решил вытащить Клэптона за уши из его сидения безысходного. Совершенно. И организовал концерт в зале Rainbow. Который записан на пластинке. Называется Life at the Rainbow. Эрик Клэптон. Life at the Rainbow. У меня этой пластинки нет. Я ее слышал много раз. Она мне не очень нравится. Тоже по звуку, кстати говоря. Не очень хорошо она звучит. Но она очень странная. Она в жизни Клэптона сыграла основополагающую роль. Потому, что он не умер благодаря этому. А мог бы там засесть со своим героином. Питер Тауншинд вытащил его на этот концерт. Сам играл на гитаре вместе с Клэптоном. Там же играл Рон Вуд на гитаре. То есть, там три лидер-гитариста. Плюс бэнд. И в результате по звуку получился такой гранж у них. Она очень странно звучит эта пластинка. Она как бы и не блюз. Как бы и не Клэптон. Хотя Клэптон играет и поет. Но когда три гитариста вместе начинают зарубать. Такой гранж идет. Я не знаю. Примерно как Нил Янг с Pearl Jam. У них есть альбом. Называется Mirror Ball. Ты понимаешь, о ком речь идет? Нил Янг. И Pearl Jam вместе. Вот такой гранж американский. Как они вмочили. А Клэптон с Тауншендом вмочили его еще раньше в 73-м году. Когда эти еще в пеленки писались. Когда эти еще титьку сосали все. Pearl Jam. И как-то Клэптон очухался, воспрял. В результате в 74-м году вышла пластинка. Которую все считают лучшей работой Клэптона. Хотя она очень хорошая. Но она такая же хорошая, как и первый альбом. Как и Slow Hand, например. Клэптон. Она очень кайфовая. 461 Ocean Boulevard. Это адрес, где он жил? Или где записывали? Это адрес, где он жил. Насколько я... Может быть, я ошибаюсь. Может быть, они записывали. Ну, Аймшата Шериф здесь сыграл. Песню Боба Марли. Которая пошла в народ. Стала хитом. Принесла невероятные или вероятные деньги Клэптону. Много денег принесла. Потому, что эта версия звучала и продолжает звучать. И на радио. И на дискотеках. И где угодно. Фактически... Я в хате был, но не было меня, когда мента Натаха завалила. Примерно да. Примерно так. Ну, и тут уже сформировался его такой звук фирменный. Лаконичный. Аранжировочно тоже все стало на свои места. И такой фирменный саунд Клэптона возник. Чуть-чуть политкорректно по-хорошему эстрадный. Очень вросший корнями в блюз. И чуть-чуть рока. Такой вот микс. Который всем стал нравиться. Никого не обидит. Такое звучание не обидит никого. Ни бабушку. Ни маму. Ни дедушку. Ни джазменов. Если это компромисс. Это компромисс. Да. Но какой-то компромисс бессознательный. Я бы сказал. Я уверен, что Клэптон не высчитывал процент блюза. Просто самому такое нравится. Просто самому. Поперло. И все. И получился такой суперкоммерческий звук. Не специально. Но, опять же, никогда не скажешь, что это попса. Никогда не скажешь. Такой легкий. Легкий. Такой. Кайфовый. Прямо вот. Затягивает. Как и следующая пластинка. There is one in every crowd. Как продолжение Ocean Boulevard. Но она не пользовалась таким большим успехом. Хотя абсолютно то же самое все было сыграно. С тем же звуком. Такие же приятные песни. Милые, хорошие, замечательные. Но, видимо, одного булеварда уже было достаточно. Народу. Все время проскакивает Роберт Стигвуд. Кто такой Роберт Стигвуд? Продюсер. Аранжировки все время делает. И отправился Клэптон в мировое турне большое. Чему свидетельством стал вот этот альбом. Эрик Клэптон. Эрик Клэптон was here. Концертный альбом. Да. Тут все в порядке. 75-й год. На котором он вернулся к своим наконец-то долгожданным кримовским соло. И здесь все тоже. Все лучшее Клэптона из Крим. Я скажу Клэптона из Крим. Потому, что в Крим лучшее было и у Джека Брюса, и у Джинджера Бейкера. Там свое лучшее было. Много чего. А вот все то хорошее, что наиграл Клэптон в Крим. Сюда все это вернулось. Все вспомнили. Вспомнили, кто такой Клэптон вообще. Вот этот милый парень, который милые песни поет у себя. Или все таки нормальную музыку играть. Или все таки нормальный человек. Вот этот абсолютно нормальный человек здесь такой. Соло с пением, с хорошим, с драйвом, со всеми делами. И he was here. Но... Тур прошел и вышел No Reason To Cry. Нет причин плакать. Нет причин плакать. Совсем уже такой расслабленный альбом. Но при этом очень мощный. Потому, что здесь играют музыканты из моей любимой группы The Band. Опять-таки. О которой мы в прошлый раз говорили. Здесь присутствует Bob Dylan. Здесь много кто вообще есть. Куча народу. И очень мощная, очень хорошая пластинка. Опять-таки. Вот опять же. Политкорректная. Приятная. По-хорошему. С ног не сшибает. Эти пластинки вообще с ног не сшибают. В отличие от Крима. Они как-то наоборот хочется сесть в кресло и торчать. Ну, хорошие. Вот эти пластинки... Я, кстати, не принес альбомы в основном после 80-го года, изданные Клепкиным. Потому, что я их вообще не могу слушать. Они уж настолько эстрадные все, что просто как-то я... Ну, не все. За исключением концертных альбомов. И за исключением пары еще, которые я все-таки взял. Они уж совсем эстрадные. Несмотря на всю мою любовь к Филу Коллинзу. Он там к паре альбомов Клептона приложил руку. И получился. Но, с другой стороны, деньги надо зарабатывать. Естественно. Классинку надо продавать. MTV пришло. И клипы на MTV. Помнишь эти клипы Клептона на MTV? Претендер. Там вот это все в длинном сюртуке. Слушай, как-то отвлекаясь чуть-чуть. Как-то странно, как оно померло. Когда MTV появилось, это вообще взрыв мозга. Пошел в больницу. Наконец-то. Музыкальный телевизор. Туда-сюда. Так круто шло. Все эти клипы. Майкл Джексон какие-то миллионы баксов вкладывал. А потом раз и схлопнулось. А его нет сейчас в MTV? Оно есть. Но не было и популярности. Ничего вообще удивительного. Ну, вот я тоже не понимаю, кстати говоря, почему так получилось? Ну, видимо, все-таки музыка... Это в первую очередь музыка. А не какие-то кривляния под музыку. Ну, да. В общем, довольно утомительно сидеть и смотреть клипы. Без конца. Тогда это было... Ну, мы-то не видели. Вообще ничего. Тогда это было в новинку. Появившийся Майкл Джексон... Я помню объявление в видеосалоне 16.00. Фильм триллер. 17.00. Фильм, как Майкл Джексон стал триллером. Стал триллером. Я там рыдал просто. Ну, в общем, очень хорошее. No reason to cry. Но это такой... Это релакс. Это не Крим вам. Это не Led Zeppelin. Это не концертники Клэптона. Это полный релакс. Очень хороший. И этот релакс немножко был развеян альбомом Slow Hand. Хотя тоже, в общем, такой оттяг. Ну, Cocaine, конечно, тут. Джей Джей Кейла. If you wanna get down. Down to the ground. Lay down suddenly. Веселенькая. Назард неплохо ее исполнял. Да. Хорошая. Wonderful Tonight. Знаменитая. Которую я не люблю. Совершенно. Ну, замусолили ее. Замусолили. Но она... Как-то песня, которая предназначается для замусоливания. Вот она написана специально для того, чтобы ее замусолили. Такое ощущение. Ну, не отнимешь мастерства. Да. Не отнимешь исполнительского мастерства и аранжировочного мастерства. Не отнимешь. Все тут есть. Все круто. Все круто. Если бы не Wonderful Tonight, конечно. Была бы шикарная пластинка. Немножко запомоился. Да. Как это? Настоящего интеллигента должен быть чистый красивый костюм, но рукав должен быть немножко в гавне. Ну, да. Да. Конечно. Конечно. Если бы не Wonderful Tonight, было бы прекрасно все. Но все равно тот же релакс. Это вам не Брю Спрингстон. Это все-таки поспокойней. А если говорить о релаксе, то для релакса... Вот мой любимый релакс-альбом. Backless. Следующий после Slow Hand. Для релакса я помню времена, когда я эту пластинку ставил на проигрыватель. И она у меня играла... Весь день не скажу, потому что дела какие-то были, которые заставляли выходить из дома. Но вот у меня сторона заканчивалась. Я ее переворачиваю. Ставил на вторую сторону. Занимался своими делами. Потом сторона заканчивается. Я снова ставлю на первую. И так вот полдня. То есть, вот эта пластинка для релакса, это номер один. Для меня. Не знаю, как. Изучим. Кто как, да. То есть, она кайфовая. Она такая Джей Джей Кейловская, с одной стороны. Хотя я Джей Джей Кейла слушать не могу. Вообще. Я его не люблю. Почему? Мне он с кучем почему-то. Я не знаю. Я такой вот урод. Все обожают Джей Джей Кейла. Как-то скучновато. А Клэптон играет то же самое, что Кейл. Только как-то интереснее, поярче, пожестче. То есть, у Кейла очень кайфовые песни. Очень хорошие. Но их воплощение как-то мне так... Хотя замечательный музыкант. Кейл с ним был в прекрасных отношениях. Они дружили. Кейл играл на его пластинках постоянно. И здесь вот все как Кейл, только лучше. Пободрее, поярче, да? Пободрее, поярче, да. Поэтому вот Backloss для меня это в топе в моем личном номер один. У него пластинка. Ну, и пришли восьмидесятые, про которые я уже говорил. Что это просто вот такая пуп-музыка, которая мне совершенно не близка. Я ее не слушаю. Хотя пластинки у меня дома есть. Я их не взял. Потому, что... Ну, что о них говорить? Я их не люблю. Если любите, слушайте. На здоровье. Ну, и кто на восьмидесятых. Никто не мешает. В девяностых. Да. Пожалуйста, смотрите MTV. Это чисто MTV. Все, что там было записано. Но прорывов было много. Потому, что у него много концертных альбомов вышло. И в восьмидесятые, и в девяностые, и в нулевые уже. Да и пластинки выходили. Вот From the Cradle, например. Блюзовый альбом. Чисто блюзовый. Потрясающий совершенно. Вдруг прорвало после вот этого MTV. Вдруг он зашарашил. И моя самая здесь такая любимая, если кому-то интересно, это Someday After a While. Песня, которая открывает четвертую сторону. Это песня Фредди Кинга. Которая, как мне кажется, ближе всего к Клэптону по музыке. Даже не Биби Кинг, не Альберт Кинг, а именно Фредди Кинг. Как наиболее такой фанково-по-хорошему эстрадный блюзман. Но при этом крутейший гитарист. Крутейший. Вот он сделал здесь песню Фредди Кинга. Замечательно просто. Остальные все тоже хороши. То есть, для гитарного блюза Белого это шикарный совершенно альбом. Просто... Это из колыбели. Из колыбели, да. Но он играет здесь стандарты. И играет чрезвычайно хорошо. Что такое малограмотных стандарты? Чужие песни. Ну, это чужие песни, которые пошли в народ. Которые играют уже все подряд. Как там Хучи Кучи Мэн, например. Хорошие. Это прекрасная пластинка. И еще один очень хороший релиз. Это Мистер Джонсон. Песня Роберта Джонсона в исполнении Клэптона и группы. И в отличие от Джонсона, который играл эти песни под акустическую гитару, один. Клэптон здесь играет электричество с группой. Но те же самые песни Роберта Джонсона. Великого блюзмана. Вот те самые стандарты. То есть, песни, которые стали классикой. Которые играют... Он на этих песнях учился. Когда жил в своем этом Рипле. Еще маленький, юный, 16-17-летний паренек. Он все эти песни снимал. Учился играть на гитаре на этом материале. И, в конце концов, воплотил их уже в такой вот замечательный альбом. Электрический. Трогательный. Где-то по-своему с уважением к автору. И со своей подачей. В общем, вот что я хотел показать из Клэптона. Он давным-давно развелся. Спать и будет уже к этому времени. Потому, что она... Надоело. Нет, это ей надоело. Клэптон продолжал выпивать, закусывать периодически. И заводить романы на стороне. Такой живой человек. Нормальный. Не какой-то там... Живой, настоящий парень. А все эти женщины были только для того, чтобы убедиться, что ты самая лучшая. Да. Конечно. А это ничто все. Ты номер один. Не выдержала. Такова печальная судьба Джорджа Харрисона. Ну, что сказать. Опять есть, что послушать. Опять есть, чем заняться. Можно понакачать. Ну, Клэптон это я. Не через Ютуб. Надо в машину накачать. Я в машине в основном слушаю. Он хороший. Я его люблю. Именно за спокойствие. За спокойствие. Умудренность. Дернул за струны. Молодец. Еще лишнего нет. Молодец. Очень круто. Кто у нас на очереди? Хочется мне про германскую музыку поговорить. Про немецкую. Вот мы про нее в следующий раз и поговорим. Не про Рамштайн, я надеюсь? Не. Не про Рамштайн. Рамштайн это что? Нет. Рамштайн нет. Это на моей памяти. Я ж когда-то в ГДР жил. Там была у немцев страшно популярная группа Пудис. Ну, я обожал Пудис. Когда в школе учился. И группа Крайс. Крайс я не помню. Да. Смотри. Грузини шерты. Грузини шерты. Не помню. Смешная. Нет. Пудис мы покупали. Пластинки. У меня много было Пудисов. В свое время. Да. Но они чуть ли не до сих пор играют. Молодцы. Они старенькие такие. Я не знаю насчет до сих пор. Но, во всяком случае, в нулевых пластинки выходили Пудисы. Я знаю. Я их видел даже. Я не знаю, что сейчас с ними происходит. Но то, что они перевалили двухтысячное, это точно. Ну, а слушалось всегда очень странно. Песни на немецком языке. Для меня, как для советского мальчика, немецкий язык это лай, собак, концлагерь и оккупация. Слушаюсь этот немецкий язык как-то странно. Я тебе, наверное, не рассказывал, что когда я там жил, там постоянно... У нас было три канала ФРГ в телевизоре. Два канала ГДР. И я-то был твердо уверен, что это западное телевидение. Там одна порнография и стрельба непрерывная. А там, видимо, с авторскими правами и тогда уже все было хорошо. Дорого. Чужие фильмы показывали. Поэтому там шла все время фантастика каких-то 50-х годов. Именно 50-х. Где там человек с головой крокодила какой-то из папье-маше. Такой ад, что даже тогда смотреть нельзя было. И постоянно показывали эти фильмы про индейцев. В частности, про некоего Виниту. Но это был западно-германский Виниту. Он все время ходил по пояс голый. Вот с таким животом. То есть, на Гойко Митича не похож был вообще. Это раз. А во-вторых, они все были на немецком языке. И скачущие индейцы с воплями... Это ад был натуральный. Рамштайн был первый, у кого... Вот я немецкий язык в песнях услышал. И он правильный под песни. Они потому, что злобные, как марши. Такой тевтонский дух свирепый. Но мы не про них. А про кого хотя бы краешком обозначь? Ну, то, что называется крауд-рок... То есть, там очень много... У меня достаточно много пластинок этого самого краута. Но это одна, наверное, пятисотая из того, что даже из... И только по группам, если пройтись. Там огромное количество групп и артистов, и стилей музыкальных. Хотя все это укладывается в определение крауд-рок. Потому, что это немцы просто. Хотя там и Кен, и Аман Дюл, и Нью. Там много чего. Опять-таки, когда я там проживал, там была в почете группа Крафтверк. Крафтверк, да. Крафтверк, да. Крафтверк, да. Это музыканты с академическим образованием. Это не просто так. Это все достаточно серьезно. Так что мы это все принесем и покажем. Изучим. Ну, не изучим, мы покажем. Мы ничего не изучаем. Показываем, рекомендуем. Вот такая пластинка. Вот всякая пластинка. Вот эта пластинка. Вот, дорогие друзья, что можно послушать. Слушайте. Берите вот эту пачку. Берите. Да-да-да. Тут Биби Кинг отдельно. Тут Эрик Клэптон. Тоже отдельно. И Джон Майл там затесался. Спасибо, Арисей. Да, Дима, спасибо. Приходите к нам еще. Придем. Придем. Пока. На сегодня все. Пока.